Мандарины, торт, запеченное мясо, шампанское и, конечно же, салаты. Традиционное меню новогоднего стола. С вопросом, без какого салата не обходится ваш праздник, мы вышли на улицы Севастополя. Самый главный салат наш – это оливье. Селедка под шубой. Греческий. Греческий. Оливье. Наверное, оливье или шуба. Зимний. Оливье, конечно. Салат московский, столичный, русский салат. Он же зимний и оливье. Полюбился за свои вкусовые качества и сытность. На 100 граммов этого блюда приходится 300 килокалорий. С февраля 2009 года газета «Труд» начала высчитывать так называемый индекс оливье. Уровень инфляции потребительских цен на продукты питания. По мнению экспертов, он отражает уровень инфляции намного точнее, чем данные Росстата. Сейчас я соберу ингредиенты для салата оливье и узнаю, во сколько он обойдется севастопольцам в этом году. Для приготовления четырех порций этого салата нам понадобится 4 картофелины, 2 моркови, огурцы маринованные 3 штуки, колбаса вареная 200 граммов, яйца куриные 5 штук, банка зеленого горошка и майонез. Оливье дважды попадал в книгу рекордов Гиннесса. Первый раз, когда в 2012 году в Оренбурге приготовили 1841 килограмм этого салата, потратив при этом 260 литров майонеза, 500 килограммов колбасы и 5040 яиц. Второй – в 2013, когда его готовили на скорость. Победу одержали белорусы. 20 килограммов салата сделали за 10 минут и 5 секунд. Рецепт и технология приготовления салата Оливье было строго засекречено. Попробовать его можно было только в единственном ресторане Москвы – в Эрмитаже. Популярностью отечественной интеллигенции блюдо пользовалось недолго. Вскоре в столицу пришла мода на стройных барышень и от калорийной пищи пришлось отказаться. Салат назван через шеф-повара Люсьена Оливье. И вот оригинальный рецепт от шефа. Берем филе рябчиков и куропаток, нарезаем его кубиками, затем добавляем телячий язык. Сверху заливаем все соусом провансаль, добавляем раковые шейки, вареный картофель и корнишоны. Сверху все это мы украшаем вареными яйцами. Со временем Оливье стал семейным блюдом. Ингредиенты в целях экономии стали доступнее и дешевле. Сумма вашей покупки – 431 рубль. Именно в эту стоимость в среднем севастопольцам обойдется салат Оливье к новогоднему столу. Рождественский пост выпадает на все новогодние праздники и каникулы. А это значит, что и блюда на праздничном столе должны быть соответствующие, если вы соблюдаете пост. Мясо исключено, но рыба допускается. А это значит, что можно приготовить второй по популярности салат у севастопольцев с сельдь под шубой. И поможет нам в этом шеф-повар одного из севастопольских ресторанов Давид Тертеров. До выхода на большие экраны фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром» самым популярным рыбным блюдом на новогоднем столе была заливная рыба. Но после фразы главного героя «Какая гадость это ваша заливная рыба?» первенство перешло к селедке под шубой. Чтобы выбрать правильную селедку, во-первых, нужно посмотреть на нее визуально, чтобы она не была такой ржавой, да, она должна приятно пахнуть. Я использую домашний майонез, потому что он достаточно густой. Это взбиваются желтки, добавляется немного туда горчицы и взбивается с добавлением оливкового или растительного масла. Там уже на самом деле как хотите. И в конце добавляю немножко лимонной кислоты. Рецепт салата с сельдь под шубой относительно молодой. Появился он в 1918 году в таверне купца Богомилова. Приготовил его повар-некто Аристарх Прокопцев. Тогда он взял картофель, символизирующий крестьян, сельдь, которая была символом пролетариата, и кроваво-красную свеклу – цвет большевистского знамени. Представили его гостям в канун 1919 года. Тогда он носил название «шуба», что расшифровывалось как «шовинизму и упадку бойкота анафема». Спустя несколько поколений после изобретения шуба еще раз вписала себя в историю. В Калининграде в честь дня селедки приготовили полтонны этого салата. Причем гости съели его буквально за пару часов. И сейчас мы попробуем домашний салат сельдь под шубой в исполнении Давида Тартерова. Прошу. Спасибо. Список блюд на новогодний стол продумали и рецептами с вами поделились Дарья Комарова, Михаил Волобоев и весь коллектив информационного канала «Севастополя». Продолжение следует...